Джан Зякоу – бывшие главные ворота из внутренней Монголии. Место, где в 1211 году Чингисхан уничтожил армию империи Цзинь. Территория грандиозных успехов и досадных поражений. И именно тут пройдут Зимние Олимпийские игры 2022 года, в отдаленном районе современного Пекина, буквально пропитанном, энергии борьбы. Право на проведение Зимних Олимпийских игр в 2022 году завоевала китайская столица Пекин. Но из-за недостатка снега в центральной части города некоторые виды соревнований пройдут в ее северо-западном районе – Джан Зякоу. С 2015 года Китай вовсю готовится к важному событию, обещая быть гостеприимным. И важной частью радушия страны восходящего солнца станет мост Саньшань, обеспечивающий транспортировку спортсменов через реку Гуй в горном массиве Джан Зякоу. В каждой стране готовятся к Олимпиаде по-разному. В России для строительства стадиона Фишт использовали инструменты информационного моделирования. Олимпийские игры в Сочи стали самым обсуждаемым событием мировой прессы в 2014 году. Национальный банк Казахстана выпустил памятную монету, посвященную седьмым зимним азиатским играм. А вот в Китае строят футуристические мосты. Проект моста Саньшань разработали специалисты Международного архитектурного бюро Пэнда, специально к Олимпиаде 2022. Длина моста небольшая, всего 452 метра, а высота горных пиков, каждый из стальных опор моста, по 92 метра каждая. Река Гуй, через которую будет раскинут мост, не относится к крупным, поэтому и сооружение не претендует на звание рекордсмена по своим масштабам. Но, несмотря ни на что, впечатляет уникальным дизайном. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, почему цифра 5 во время проектирования сооружения имела решающее значение, какой код заложен в Саньшань и чем еще впечатляет мост. Как известно, китайцы большие любители безотходного и экономного производства. Венские архитекторы и британские инженеры, которые строят мост, прониклись китайскими традициями и решили сэкономить материалы. Для специальной конструкции используют металлические трубы, которые скрипят планками и прутьями из стали. Основой для моста послужила обычная волнистая линия. Авторы сооружения увидели в ней абрес современного символа из пяти переплетенных колец. Пять колец Олимпиады, пять континентов и пять сфер моста. Вот почему цифра пять так значима для одного из важнейших символов зимних игр 2022 года. Каждая из пяти сфер моста имеет 95-метровый диаметр. Серия колец, главный элемент конструкции, будет соединяться в самых высоких и самых низких точках и поддерживаться сверхпрочными тросами из стали, а также поддерживать плиты, основу сооружения. Однако не кольцами едиными вдохновлялись архитекторы, проектируя дизайн моста. При взгляде на конструкцию сверху, внимательный турист заметит, что дизайн Саншань переплетается с тематикой ДНК, генетическим кодом человека, который передается из поколения в поколение. Вероятно, авторы проекта рассчитывают, что их изобретение переживет не одно поколение людей. Необычное сооружение – это пять Олимпийских колец, через которые спортсмены будут проезжать на соревнования. Достаточно символично, не правда ли? Сверху переплетенные трубы из нержавеющей стали, которые соединены дополнительными металлическими элементами, не что иное, как образ двойных спиралей ДНК. Но гениальные конструкторы с неиссякаемым воображением позаботились и о виде на мост сбоку. С этого ракурса сооружение будет напоминать три горы. Собственно, так и переводится название конструкции с китайского языка. Три арки моста и будут являться этими горами, которыми так вдохновились создатели проекта. С трехчастной стороны на фоне холмов и пройдут соревнования под открытым небом. Позаботились авторы проекта и о пешеходах. По краям моста будут расположены достаточно широкие и безопасные пешеходные дорожки с расширениями между арками. От проезжей части пешеходную зону отделят два ряда живой изгороди – деревья и кустарники. Подобная концепция обеспечит наиболее функциональное движение по мосту, объединит зеленые берега реки Гуй и усилит значение моста как важного общественного пространства. Еще одной важной особенностью сооружения является то, что при его разработке архитекторы руководствовались требованиями по защите окружающей среды. Гармония природных склонов и искусственных сооружений – одна из основных концепций проекта. Как будто границы между первозданным и созданным руками человека размываются, образуя целостный образ. Поражающий своим уникальным дизайном мост Саньшань является важной частью всего инфраструктурного проекта перед подготовкой к Олимпиаде. Прежде всего, сооружение призвано обеспечить большой команде спортсменов, а также зрителей, комфортную и безопасную транспортировку. А уж после соревнований мост станет украшением некогда запущенной трассы, да и всей столицы загадочного Китая. Джан Цзякоу – бывшие главные ворота из внутренней Монголии. А Саньшань – будущие ворота Олимпийских игр 2022. Подписывайтесь на канал и не пропускайте важных новостей из мира будущего инфраструктуры нашей планеты.